МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш прямой эфир продолжает новости. С ними познакомим вас, я, Лаура Жакупова, и солдопереводчик Хасан Исраилов. День добрый. Казахстан выходит на новый путь развития. План нации, в рамках которого реализуются пять институциональных реформ, эксперты называют ценнейшим руководством к действию. Конкретика, конструктивность, правильные акценты. Вот что выделил в программе модернизации нашей страны глава информагентства «Спутник Армения» Дмитрий Писаренко. Очень важно, по его словам, то, что выполнение плана нации выстраивается в полном соответствии с меняющейся глобальной ситуацией, учитывая как новые возможности, так и вероятные риски. Данный документ, который появился в Казахстане в авторстве лидера нации, он отличается именно, привлекает в нем конкретика. Прописывается, на каком этапе должны быть модернизированы отрасли, каким путем должны быть привлечены инвестиции с участием транснациональных корпораций. прописывается название тех, особенно в части перерабатывающего комплекса, тех предприятий, которые должны встать на новый путь развития с учетом привлечения зарубежных инвестиций. Вот это в отношениях привлечения инвесторов самое главное. Народ должен сделать выбор на перспективу. По словам кандидата исторических наук Убербайбек Магомбетова, пять лет по меркам истории срок небольшой, но за отведенный период депутатам нужно выполнить масштабную работу. Цель известна, механизмы разработаны. Осталось главное – притворить намеченные планы в жизнь. Я инициативу депутатов Мажелиса парламента всецело поддерживаю и думаю, что любой политически подкованный гражданин разделяет мою позицию. Каждый казахстанин должен до конца понимать судьбоносность нынешнего выбора. От того, кому мы доверим наши голоса, будет напрямую зависеть наше будущее. В Пекине начал работу Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. В церемонии открытия принял участие министр национальной экономики нашей страны Ербулат Дуса. Эксперты рассматривают этот финансовый институт как потенциального конкурента Международного валютного фонда и Всемирного банка, в которых доминирует США. Соглашение об учреждении Азиатского банка инфраструктурных инвестиций было подписано в июне прошлого года представителями более полусотни стран, в том числе и Казахстана. Его уставной капитал – 100 миллиардов долларов. Создание этого банка позволит нам улучшить возможности для инфраструктурного строительства в Азии и будет способствовать региональной экономической интеграции. Банк открыт для контактов с другими экономическими структурами региона. Рассчитываем, что страны-участницы будут увеличивать свои вложения. Теперь расскажем о том, что происходит в мире и дальше. У греческого острова Самос перевернулась лодка с мигрантами. Погибли трое маленьких детей. Всем им было не больше четырех лет. Остальных 20 пассажиров, среди которых была беременная женщина, удалось спасти. Лодочник взят под стражу. Его обвиняют в непреднамеренном убийстве людей. Мигранты выехали из турецкого города Дидим. Именно из Турции в прошлом году в страны Евросоюза прибыли рекордные 500 тысяч мигрантов. Украинцы запасаются марлевыми повязками. В стране свирепствует грипп. Речь идет не об обычном сезонном распространении вируса, а о коварном H1N1. От свиного гриппа уже скончались 25 человек. Все подробности в нашем следующем видеоматериале. Об эпидемии никто не говорит, но данные статистики тревожны. Уровень смертности в нынешнем сезоне превышает прошлогодний показатель в 5 раз. Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в Одесской области. Есть жертвы в Винницкой области, а также в Харькове и Киеве. При этом среди умерших в основном молодые мужчины. Есть стандартная статистика, которая нам дает возможность говорить, что это эпидемия, пандемия. Пока Украина не дошла до уровня эпидемии. Почти все смертельные случаи связаны с поздним обращением к врачам на 5-6 сутки. В то время, как медики твердят, при температуре выше 38 градусов врача нужно вызывать незамедлительно. Количество действительно смертельных случаев, несмотря на то, что эпидемий порог не превышен, на сегодняшний день в несколько раз больше, чем, например, за все несколько прошлых лет. Свиной грипп, в отличие от сезонных, вызывает тяжелую форму пневмонии. Именно она и становится причиной смерти пациента, который, не подозревая об опасности, лечил обычные ОРВИ. Ранее сообщалось о вспышке свиного гриппа в Армении. Там число жертв H1N1 выросло до 14 человек. Асим Хасен Казаернат Кашкынов, 24КЗ. В Казларде озабочены безопасностью детских игрушек. В обход с санитарным требованиям, нормам и предписаниям в регион продолжают ввозить несертифицированный детский товар. Чем грозят ребенку некачественные куклы, мечи и погремушки, расскажет моя коллега Райхан Тажибаева. В Шазире Абдебековой, 30, она до сих пор играет в куклы, но только на работе. В центре экспертизы, говорит лаборантка, всякое бывает. Игрушки взрываются, горят, выделяют вредные химические вещества. Опасные можно определить сразу. Слишком яркий расцветка, резкий запах, шероховатая поверхность. Повод для сомнения. К примеру, вот этот резиновый мишка. Скорее всего, он даст положительный результат на содержание вредных веществ. Сейчас очень много игрушек завозят к нам из Китая. Весь этот товар должен иметь возрастные ограничения и сертификат качества. К сожалению, в моей практике до сих пор ни один верночный торговец не приходил за сертификатами. В прошлом году было отобрано 671 образец, как контрольный закуп. Из них 24 пробы, это были игрушки. Из 24 проб игрушек 16 проб, а это порядка 67%, не соответствовало требованиям технического регламента. Основная часть этих игрушек завозится в область мелкоторговыми партиями, в обход всем санитарным требованиям. Знать правду о своем товаре продавцы не хотят, уж больно затратно. Сегодня 80% всех детских забав произведены в Поднебесной. Большая часть из них – контрабандный товар. Эти, на первый взгляд, безопасные машинки, барби и медвежата в руках младенца могут стать настоящей бомбой замедленного действия. Сейчас в магазинах и на рынках огромный ассортимент детских игрушек, но то, из чего они сделаны, не всегда может быть безопасно. Содержание в них запрещенных веществ может вызвать у ребенка серьезные проблемы дыхательных путей, кожные заболевания, негативно сказаться на работе центральной нервной системы. Прежде чем сделать покупку, советуют врачи, необходимо изучить маркировку, предупредительные надписи и обязательно потребовать у продавца документы, свидетельствующие о безопасности товара, чтобы не было беды. В октаву появились на свет первые в этом году тройняшки. Сестрички и их мама чувствуют себя вполне хорошо, хотя родились малышки на два месяца раньше. Почти две недели дети находились в палате интенсивной терапии и за это время прибавили в весе. В интернациональной семье Шихшабековых девочек назвали Аяна, Раяна и Даяна. К слову, за эти полмесяца на свет появились более 700 детей, а в прошлом году в Мангисталовской области родились 113 двойняшек и 3 тройни. С 11 недели, когда я узнала, что я беременна, на УЗИ сказали, что у меня тройня. Ну, я не поверила вначале, в шоке была. А потом, когда на вторую неделю, на 20 недель пошла, там уже конкретно все сказали уже, что 3 девочки будет. Вот. Я счастлива, что у меня тройня и всем желаю того же. Девочки по 2 килограмма. При рождении детей вес считается, конечно, недоношенной, но тем не менее в результате хорошего ухода, из-за того, что хорошая мать здоровая, дети у нас подросли, набрали свой соответствующий вес. На этом у нас пока все. Вернемся к работе в следующем часе. Редактор субтитров А.Семкин